Программа 2015, здесь Ксения Лария Дымарский, наш гость, отец Алексей Уминский. Мы говорим о роли и мести церкви в обществе, и вы отвечали на вопрос, который мы вам задавали на сетевизоре. Религия занимает все большее место в обществе, это хорошо или плохо? Ну вот, 86% наш любимый размер считает, что это плохо, да, а 14% соответственно... Интересно, это совпадает с электоратом. Ну вот смотри, как вы думаете, отец Алексей, почему все-таки люди так негативно воспринимают рост религиозных настроений в обществе? Ну потому что сегодня проявление, к сожалению... Кто побеждает, да? Да, кто сегодня выражает, чья интонация сегодня слышится, чьи слова сегодня транслируются громче всего, это интонация агрессии, это интонация приятия другого чужого мнения, это интонация погромов. Погромов, конечно, к сожалению, это так, и это тиражируется, это везде на слуху, это заражает психически больных людей подобными бациллами, которые распространяются именно так. Поэтому тут что скажешь? Ну, на зеркало... А какие вот вы испытываете чувства, когда слышите такие вот очень красивые определения, типа там православнутый, православие главного мозга, православный талибан, все чаще и чаще звучат, по сути, такие оскорбительные слова в адрес верующих людей. Они объяснимы, наверное, да? Объяснимы. Не обидно. Не обидно, мне горько это слышать. Мне горько, но тем не менее я, как бы сказать, ну, понимаю, что за этим может стоять, конечно, сильное разочарование очень многих людей в том, что они ожидали увидеть, вот, о церкви. Потому что, ну, действительно, в общем, церковь всегда, как бы, исторически себя заявляла, как носительница Евангелия, как просветительница мира, как то сообщество людей, которые могут явить миру свет. Вы свет мира, говорит Христос, вы соль земли, говорит он. Вот, будьте милосердны, как Отец ваш небесный милосерд. Все знают Нагорную проповедь, и верующие, и неверующие, и христиане, и нехристиане. Нагорная проповедь является одним из самых знаковых вещей этого, культуры этого мира. И Нагорная проповедь – это проповедь церкви. И вот очевидно, что когда религия заявляет о себе как о сообществе огромном, которое хочет войти во все уголки человеческой жизни, быть в армии, преподавать в школе, занять храмы, которые стали музеями огромные, да, и там уже продолжать свою деятельность, и так далее, и тому подобное. Церковь хочет, чтобы слышали ее мнения по разным, по разным, по разным вопросам. Церковь хочет влиять, в том числе, на политику. Подождите, вы же сами сказали, что у церкви нет мнения, у самой церкви. Есть мнение, которое выражает патриарх. У церкви есть учение, да, у церкви нет какого-то частного мнения, частного, так сказать, вот такого вот, в том смысле, сиюминутного мнения всех-всех членов церкви, которые бы были в чем-то согласны. Но у церкви есть единое учение, вот, которое объединяет нас, людей, верующих во Христа. Это учение евангельской любви, это учение христовых заповедей. Вы хотите его соединить с социумом? Ну так подождите, мы тоже видим, что это не является гарантией единомыслия, консолидации. Я просто говорю, да, это, к сожалению, не является гарантией. То есть вообще ничего в церкви гарантией не является. И вообще на этом консолидировать людей очень тяжело, очень. Ну невозможно консолидировать людей на идее любви, на идее милосердия. Почему тогда на идее войны и борьбы легче? А вот на идее борьбы и войны люди консолидируются в момент. И поэтому я продолжаю рассказ, почему я понимаю, что за этими неприятными, оскорбительными словами часто слышится разочарование. В том, что ты хотел увидеть одно лицо у этой церкви, а увидел совсем другое. Ты хотел услышать одну интонацию. Я верил в вас как Бога, а вы лгали мне всю жизнь. Ну примерно так. Из овода. Ну примерно. Да вот что-то из этого, понимаете, вот из того же овода, понимаете, из тех же самых вещей, которые в мире происходили. Ты хотел увидеть Христа, увидел великого инквизитора в конечном итоге. Вы понимаете? В том числе, в том числе культура Сидура. Да. Вы знаете, ну просто о Сидуре можно, о моем любимом? Конечно. О любимом мной Сидуре с детства любимым, потому что я родился и прожил в Перово, в Перово музей Сидура. И ближайшая там подруга моих родителей этот музей Сидура открывала. Я в этот музей пришел чуть ли не первым при открытии. Водил туда своих детей. Это один из моих любимейших художников, самый трогательный для меня. И когда какие-то, вот как вы их назвали, православные, не знаю, как это слово звучит, не хочется его даже на язык, начинают говорить, что это порнография, что это оскорбление чувств верующих, что Христос, который на распятии изображен вот так вот обнаженно и так вот нахально изображен, это вообще, люди не понимают вообще, о чем идет речь. Потому что, ну вот как можно назвать, скажем, порнографию, фотографии убитых в концлагере. Вы помните, да, вот эти страшные дикие фотографии обнаженных людей, истощенных людей, лежащих вот грудами тел в концлагере, где кроме скелета у человека виден только один орган, сохранившийся. Вы понимаете? И когда Сидур изображает распятого Христа, он изображает Христа, распятого в Освенциме, распятого в Треблинке, прошедшего через этот лигеря, который Христос, который всошел в ад, вот к этим людям. А эти уроды, простите меня, смеют говорить такие вещи, что это оскорбление чувств верующих. А скажите, а в вашей жизни были такие встречи, простите, с произведением искусства, которому вам приходилось себя что-то преодолевать, чтобы его принять? Ну, конечно. Да? Вообще искусство и настоящее искусство, оно требует именно такого к себе отношения. Оно не обязательно... Это же не искусство, я не знаю, парафиэлитов, которые должны, так сказать, ласкать взор, понимаете, они-то не фантики Третьяковской галереи, понимаете, конфетные, которые мы должны, так сказать, вот принимать. Да. Вообще задача искусства как такова, это тревожить человека, мне кажется. Настоящее искусство, оно всегда должно человека тревожить, иначе человек превратится в бетон, иначе человек вообще будет полным бесчувственным чурбаном. И поэтому искусство, оно не может не тревожить, поэтому искусство трагического 20 века, оно таково. То есть искусство, которое причиняет боль, да, твоей душе. В том числе, оно может тебя тревожить по-разному, в том числе и через боль. То есть тревожить, это не значит, что если вам, вы, это не ваше искусство, что оно не должно существовать в вас. Совершенно нет. Ну, это, как я сейчас почему-то вспомнил, целующихся милиционеров тоже знаменитая история. Да ну, вообще, по-моему, милиционерам очень нравилось самим. Милиционеры очень смеялись. Один вопрос. Давайте от высокого спустимся на нашу грешную землю. Ой, не хочется, как на Виталий на улице. И вот то, что в этот ужас, который происходит у наших соседей. И вот вопрос от Дмитрия Мезенцева, нашего постоянного тоже слушателя. Почему РПЦ фактически самоустранилась, ну, это его формулировка, да? От продвижения мира в Украину. Ну, это не так. Ну, это не так. Здесь ситуация... Ну, такое вообще, кстати говоря, вообще какая ситуация, в том числе в отношениях с православными на Украине? В отношениях с православными на Украине, все-таки, слава тебе Господи, вот у нас сохраняются очень хорошие, добрые отношения. По крайней мере, даже в том числе у меня лично. Мои друзья, священники из Винницы, приезжают ко мне до сих пор вот в Москву, потому что часть из них учат Святой Технической Университете заочно. Вот. И у нас прекрасные отношения. Они страшным образом переживают вот эту трагедию, которая происходит. Они говорят, что действительно сам народ внутри Украины сильно разделен вот этой вот взаимной пропагандой. Безусловно. Вот, взаимной пропагандой ненависти и вражды. И им, священникам, приходится преодолевать огромные сложности, потому что, на самом деле, ну, поминать имя Патриарха Кирилла сейчас, скажем, вот на Украине, не каждый даже решается священник, хотя он принадлежит канонически к Московской Патриархии и должен поминать Патриарха Кирилла как своего святейшего Патриарха. Но, впрочем, Патриарх поздравил Петра Порошенко с днем на зависимости Украины. Совершенно верно. И именно официальный представитель Российской Федерации. И я хотел бы сказать, что это одно из очень важных знаковых вещей, которые как раз говорят о том, что Церковь старается сохранять мир на Украине. Церковь, я еще раз хочу сказать, вот все епархии, которые существуют в Крыму, которые теперь являются частью Российской Федерации, канонически подчиняются Украинской Православной Церкви. И не выходят из ее состава. Заметьте, просто заметьте еще одну простую вещь. В этом году празднуется тысячелетие крещения святого князя Владимира. Казалось бы, да, самым естественным было бы отметить этот праздник. Вместе. В купеле крещения князя Владимира. Даже нет, не в Киеве, в Крыму, в Херсонесе. А, ну да, да. В Херсонесе, понимаете. Но для того, чтобы сохранять мир, хрупкий мир, патриарх не едет туда на празднование тысячелетия представления князя Владимира, вы понимаете, чтобы это не вызывало каких-то вот таких вот серьезных новых конфликтов. А спокойно, скромно служат в Храме Христа Спасителя. Понимаете, очень многие вещи, которые являются сохранением мира не в качестве лозунгов, заявлений, каких-то вещей, а вот такой вот очень хрупкий такой... Но против него не участвует в этой оголчевой пропаганде. В церкви не участвует в пропаганде. На каждой литургии все священники читают молитву о мире в Украине. Но есть одна важная вещь. Да, согласен, на Украине делается. А почему в России церкви не выйти и не сказать той же нашей власти, которая довольно часто там бывает? Что вы остановитесь? Вот это к нашему уже вопросу для голосования. Давайте ответим. Ну, давайте мы все-таки обратимся и вспомним, да, обращение патриарха Кирилла, по-моему, полугодовой давности, да, с призывом к президентам Украины и России о движении к миру. Оно было сделано. Поэтому эти вещи происходят. Они не происходят, ну, как-то, так сказать, вот, может быть, демонстрации, как политические акции и так далее и тому подобное. Потом, ну, мы понимаем все-таки, вот, реальность отношений сегодняшней церкви и государства, да, вот. И поэтому даже такие вещи, как, скажем, вот, поздравление, скажем, Порошенко с днем независимости Украины, да, может восприниматься в кабинетах власти совершенно иначе, чем, как сказать, вот, вы понимаете, о чем я говорю. А тут еще такой момент, прости, Виталий, то, что ты говоришь, вот, почему не выступить за... Ну, можно выступить. ...более определенно, скажем так, да? А тут тогда надо понимать, ведь официально-то Россия как бы здесь ни при чем. Понимаешь? Официально. Значит, тогда нужно признавать массу других вещей, вслух об этом говорить. Как ты скажешь об этом вслух? Для этого нужна, конечно, совсем... По-моему, уже даже перестали говорить о том, что Россия ни при чем. Да, ну, как это? Даже наша российская пропаганда уже перестала это говорить. Посмотри, там люди сидят брошенные в украинской тюрьме, наши военнослужащие, от которых практически отказывается власть, которых туда отправила. Что тут говорить про церковь? У нас есть еще такое голосование рикошетное, как обычно, и наш вам вопрос. На ваш взгляд, может и должна ли церковь оказывать влияние на политические решения власти? Да, нет. Начинаем голосование. Место ртануть. Тут, интересно, вдруг неожиданно очень много людей, которые просят благословения у отца Алексея. И очень смешно на это смотреть, поскольку это все-таки совсем не то средство, с помощью которого можно попросить благословение. Вот как вы к таким вещам относитесь? Можно? В 20 веке мы можем делать все, что угодно. И вы можете, и вы так благословляете по интернету? Я благословляю через Эхо Москвы, через Сити-Визор. То есть это возможно. Ну да, собственно говоря, что тут... Теперь, возвращаясь все-таки к внутренней жизни церковной, вот мы говорили о том, что Христос главное, да, и все ради Него, собственно. Вы ради Него и собрались там, да, в эталоно. Все-таки, значит ли... Но при этом я понимаю, что церковь, она устроена точно так же, как и общество. Нет. Потому что здесь, я так вижу, что там тоже есть свои споры, свои несогласия, свои непримиримости. В чем-то да, в чем-то нет. В чем-то да, в чем-то нет. А в чем лучше тогда? Научите тогда объяснить, как, возможно, устроить так. Не стоит вопрос, лучше или хуже. Вы понимаете, церковь, она все-таки не решает земных проблем. То есть она решает, в том числе, подспудные земные проблемы. Но вот Христос же говорит в Евангелии, в защите прежде Царствия Небесной и правды Его, а все остальное вам приложится. И вот, собственно говоря, одна из таких вот задач, не целей, а задачи, скажем так, церкви, это все-таки перестроить человека. Все-таки да. С земного на небес. А, борьба за человеческие души. Это значит, хватит... Не за человеческие души, в том числе. Вот как это было, по-моему, представляете. Можно же, отец Алексей, не любится вообще слово «борьба». Я люблю слово «борьба», когда это касается вот того, что происходит внутри меня самого. Вот это... Внутренняя борьба. Да. Вот то, что мы называем невидимой бранью. Вот в этом смысле у меня понятна борьба. Она, может быть, не очень нравится, но приходится. Вот. Иначе никак. Вот. А вот это очень тяжелая вещь. Перестроить человека вот с земного на небесное. Вот дать ему другое совершенно направление взгляда. Направление для сердца. Вот. Молитва на литургии. Горе имеем сердца. То есть, имеем сердца возведенными на небо. То есть, призыв церкви, чтобы наши сердца, вот они были туда, стремились, как огонь стремится вверх. Так же наши глаза, так же наши уши, так же вот наше бытие. Мы молимся о том, чтобы, вот, ну, простая... Ну, слова молитвы Василия Великого на литургии. Люди не знают этих слов, потому что у нас, к сожалению, священники читают молитву. Это традиционно тайна в алтаре. И поэтому эти слова не слышимы народу. А слова такие. Господи, даруй им место земных небесное, вместо временных вечное, вместо тленных нетленное. А люди пришли в церковь ровно за другим. Вы понимаете, они пришли за здоровьем, за удачей, за счастьем семейной жизни, за очень важными, простыми человеческими проблемами. Им вот это не нужно. И вот церковь, она каким-то образом, милостью Божией, Духом Святым, должна вот этих людей, которые пришли за земным, вдруг взять и от земного направить к небесу. Это же колоссальная ответственность на каждом человеке, который облачен в церковную одежду. Вот именно в этом и есть смысл нашего пребывания в церкви. Понимаете? И только тогда церковь вдруг начинает говорить другим голосом. Ее начинает слышать. Она начинает что-то менять вокруг себя. Потому что внутри человек меняет внутри церкви. У меня такое впечатление, что очень много людей, которые, как мы вначале уже говорили, называют себя верующими, считают себя верующими, приходят в церковь, вот у меня такое ощущение, не для общения с Богом, не к Христу, как говорится, а для оправдания собственных слабостей, мягко говоря, дурных поступков, для очистки совести. Если я что-нибудь сделаю, украду что-нибудь, грубо говоря, приду в церковь, попрошу прощения, и мне все забудет. Всяко бывает. Ну, кстати, церковь в этом, к сожалению, потворствует этим вещам. Ведь обратите внимание, даже когда наши высшие чиновники всех мастей приходят в церковь на праздник и нам по телевизору это показывают, в этом есть элемент, конечно, лицемерия, безусловно. Я думаю, что вы не будете с этим спорить. Хотя, как бы, чужая душа потемки. Я буду с этим спорить и соглашаться, я тоже с этим не буду, потому что, действительно, всякая душа потемки, и человек, пришедший в церковь, например, в какой-то момент за такими простыми вещами и совершенно не готовый, да, в церкви может поменяться. Ну, вот там из Смоленской области пришло, прошу, пускай и меня благословит отец. Грехов у меня нищие, страшные грехи, ну, прошу. Ну, я могу сказать, благословить-то я могу, но от этого вы лучше не станете. Вот, поэтому покаяние и исповедь, которые приходят в церкви, ну, в последнее время не так формально, как раньше, надо сказать, потому что всё-таки стало больше образованных священников, стало больше храмов, стала вестись... Вестись работа по катехизации. Сейчас всё-таки в обязанность священнику вменяется обязательный разговор со всеми людьми, которые приходят в церковь для того, чтобы венчаться или крестить своего ребёнка. Такие люди обязательно должны быть на исповеди, и священник в течение исповеди должен человеку объяснить смысл его жизни, и смысл греха, и способ исправления этой жизни. Это там, как его жизнь должна измениться, если он принимает такие условия. Да, формальная, тот формальный период, с которого начиналась жизнь церкви 25 лет назад, когда толпы шли в церковь, когда крестили всех без разбору, когда никто ничего не знал и не слышал, а вообще люди никогда в жизни Евангелия не читали. Вы понимаете? Он, слава тебе, Господи, заканчивается. Он с трудом заканчивается, потому что вот эта катехизация, которую патриарх Кирилл вот так настойчиво внедряет сейчас в церковь, она лишает многих храмов просто доходов. Вы себе представляете, так приходило 50 человек, 60 человек сразу в один день, и всех сразу крестили. А тут с каждым надо поговорить, а не каждый после этого на вторую беседу и придёт. И будут искать какой-то храм, где с ними разговаривать не будут, потому что люди не хотят ничего менять в своей жизни, они хотят что-то получить. Они приходят как, собственно, в магазин, как в мирской жизни, за простыми ответами на сложные вопросы. Даже без всяких вопросов и ответов. Они приходят что-то получить, за что-то заплатить. А как сферу услуг воспринимают. Сферу услуг исключительно. Ваше отношение к вот этой вот дискуссии, мягко выражаясь, вокруг памятника Владимиру? Князю Владимиру? Да, да, да. У меня совершенно однозначное по этому поводу мнение. Есть Лубянская площадь, где он должен стоять. По памятнику князю Владимиру, конечно же, ну, наверное, это как бы жалко, что её до сих пор нет, конечно. Потому что у нас масса памятников кому угодно, понимаете. А креститель в Руси, основателю государственного, основателю цивилизации просто нашей, в том числе и книжной, понимаете, и литературной, и исторической, какой угодно, понимаете. А почему же? То есть он должен прямо напротив вот этого вот советского гестапо стоять? Детского мира. Да, вы знаете, с крестом, как будто бы он благословляет это всё. Видите, как ему будет там приятно смотреть из окошка? А пусть они, да. Да, из подвала вернуться после очередного допроса. Да, пусть они знают, что князь Владимир, когда крестился, настолько стал другим человеком, что тюрьмы все открыл и всех преступников на волю выпустил. Это надо там написать на памятнике. Потому что, как христианин, он не мог допускать насилия. И только после того, как стали какие-то вот эти вот лихие люди снова безобразничать, ему, его принудили, в общем, священство, принудило князя Владимира снова, как бы сказать, творить суд, вершить суд. Вы понимаете? Но, тем не менее, это очень важный образ, когда русское государство начинает с милосердия, прежде всего. Очень коротко просьба ответить. Вот эта вот вечная тяжба между государством и церковью по поводу Казанский собор, это передать, это сюда, ваша позиция? Ну, мне кажется, что это вот позиция диалога, а не тяжба. Вот. Просто диалога нормального человеческого диалога. Мне кажется, здесь всегда есть поле, на котором можно ужиться и музею, и храму. Да, как сейчас в Казахстане все было. Совершенно верно. Абсолютно легко можно ужиться и храму, и музею. Просто надо относиться к этому спокойно и с любовью. Спасибо огромное. А твое голосование-то? Да, да, да. Тихо, только не кричите. Вернулась Ларина полная сила. 37,6% меньшинства считает, что церковь может и должна оказывать влияние на политические решения. 62,4% считает, что не должна и не может. А вы? А я считаю, что по-разному. Бывают ситуации, когда церковь не имеет права молчать. Спасибо. Была программа 2015. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok